Ом намо Бхагавате Васудевая Ом намо Бхагавате Васудевая Ом намо Бхагавате Васудевая Нарай нам намаскритя Нарамчаева Народтамам Девим сарасватим вьясам тату-джая мудирает Нашта праеша бадришу нитям Вхагавата севая Бхагавате Уттамашлоке Бхактир Бхавати Наштики Перед чтением Шимат Бхагаватам, которые являются единственным путем к победе Выразим свое почтение Верховному Господу Нарайне Лучшему из людей Наранарайне Риши, богине учености, матери сарасвати Благодаря регулярному слушанию Шимат Бхагаватам Служению чистому преданному Бхагавате Все то, что вызывает беспокойство в сердце Почти полностью уничтожаете Тогда любовное преданное служение Трансцендентному Господу Воспеваемого в возвышенных стихах Необратимо утверждается в сердце Сегодня мы читаем Седьмую песню Шимат Бхагаватам Пятая глава Махараджа Прохлада Святой сын Хиранья Кашипу Тексты 54 и 55 Перевод Когда учителя уходили заниматься домашними делами Другие ученики, сверстники Махараджи Прохлады Звали его, чтобы вместе поиграть в перерыве между занятиями Комментарий Шилы Прохлады Когда учителя уходят по своим делам Другие ученики звали Махараджу Прохладу Поиграть вместе с ними Но, как объясняется в последующих стихах Игры его не очень привлекали Он стремился использовать каждое мгновение Для того, чтобы развивать в себе сознание Кришны Поэтому, улучив момент Крита Кшанаих Когда можно было проповедовать науку о Кришне Махараджа Прохлада поступал следующим образом Текст 55 И тогда Махараджа Прохлада, обладавший высшим знанием Очень доброжелательно обращался к своим одноклассникам Улыбаясь, он начинал объяснять им Бессмысленность материалистического образа жизни И сострадание к ним давал свои наставления Комментарий Упоминание о том, что Махараджа Прохлада улыбался Имеет в этом стихе особый смысл Другие ученики прекрасно умели наслаждаться мирской жизнью Выполняя религиозные предписания Заботясь о своем материальном благополучии И удовлетворяя потребности чувств Однако, Махараджа Прохладе Было смешно смотреть на них Ибо он знал, что истинное счастье не в этом По-настоящему счастливым Можно стать лишь разы в себе сознание Кришны Долг последователей Махараджи Прохлады Объяснять всем окружающим Как развить в себе сознание Кришны И обрести подлинное счастье Материалистичные люди занимаются Так называемой религиозной деятельностью И желание разбогатеть И получить возможность наслаждаться Материальным миром Удовлетворяя прихоти своих чувств Но преданные подобные Махараджи Прохладе Смеются над этими глупцами Которые так увлечены поддержанием Своего бренного тела И ничего не знают о переселении Вечной души Материалисты трудятся ради приходящих благ Но те, кто как Махараджа Прохлада Глубоко постиг духовную науку Не считают мирскую жизнь Чем-то привлекательным Они хотят возвыситься до вечной жизни Исполненной знания и блаженства И поскольку Кришна всегда сострадателен К падшим душам И услуги преданные Кришны Тоже полны к ним сострадания И потому стремятся привести их На путь сознания Кришны Преданные с улыбкой Взирают на деятельность Материалистичных людей Понимая, что она не имеет Никакого смысла И что те, кто ей занимается Пребывают в заблуждении Но и сострадание к таким людям Преданные широко проповедуют Учение Бхагавадгиты О Магьяна-тимиранда-сиа Гьянан-джана-шалакая Чак-шурун-милитамина Тасмай-шрі-гураве-намаха Шрі-чайтанья-манобиштам Стапитамена-бутали Свойам-рупакадамахям Дадатисва-падантикам Ванчакал-патру-бьяшча Крипасинхупья-евача Патитанам паванебхиу Вайшнавебхиу Наму-намаха Джайши-кришна-чайтанья Прабху-нитянанда Шрі-двайтагададхара Шривасадигаура Бхакта-вринда Харе-кришна, Харе-кришна, Кришна-кришна, Харе-харе Харе-рама, Харе-рама, Рама-рама, Харе-харе Намам Вишну-падая Кришна-кришна-кришна-кришна-кришна-кришна-кришна-кришна-кришна-кри-бхактивиданта Свами-нити-намине Намасте сарасвати-деви Гаурава непрочарене Нирвиша-шашунева Дипашчатя-деша-тарине Еще раз текст Яда-чарья Паравритто Гриха-медхи-я Карма-су Ваясья-эр-балакай-статра Саппа-ху-таха Критак-шанай Когда учителя уходили заниматься домашними делами Другие ученики Сверстники Махараджи Прохлады Звали его, чтобы вместе поиграть В перерыве между занятиями И тогда Махараджа Прохлада Обладавший высшим знанием Очень доброжелательно обращался К своим одноклассникам Улыбаясь, он начинал объяснять им Бессмысленность материалистического образа жизни И сострадание к ним Давал свои наставления Итак, мы читаем пятую главу Седьмой песни Шимадбхагаватам Где Описывается Сильный Идеологический конфликт Между Отцом и сыном Между двумя Мировоззрениями Демоническая природа Божественная природа Так получилось, что По воле Верховного Господа В одной семье Оказались представители Этих двух Совершенно разных Можно сказать Диаметрально противоположных Образов мышления Образов жизни Системы ценностей И это создало Большие сложности В жизни прохлада Махараджа Потому что Он был ребенком То есть Внешне он был Совершенно зависимый От своего отца От окружения Ничего, можно сказать Не мог с этим поделать Вот Но при этом У него была Очень сильная связь С Богом С духовной природой И это неспроста Потому что В комментариях Неоднократно говорится Что прохлад был Нитя-сидгай То есть Вечно совершенным существом Для которого Медитация на Бога Является абсолютно Естественным занятием То есть Для этого Ему не нужно было Ничему учиться Это было совершенно спонтанно Вот Ну и Также там приводится История Что Еще находясь В чреве матери Прохлад получил Очень мощные Такие Бхакти-самскары В форме наставлений Нарады Муни Когда его мать Каяду находилась В Ашраме Нарады Муни И он ей проповедовал Сама она Как беременная женщина Была не очень Внимательна к этим наставлениям Она была погружена В свои мысли Вот А прохлад Оказался в этом плане Очень восприимчивым И Как раз Одна из причин Восприимчивости Состоит в том Что У него есть Вот это вот Предварительная Квалификация То есть Это необычное Обусловленное Живое существо Поэтому для нас Прохлад Махарадж Это не то Чтобы пример Это скорее такая Путеводная звезда Вот Находясь на земле Мы далеки от звезд Но вот Глядя на эти звезды Как допустим Навигатор Капитан Он может по звездам Он может по звездам Ориентироваться В океане Никаких ориентиров Может не быть Просто вокруг Одна сплошная вода Вот Непонятно Куда Так сказать Двигаться Вот Но Если он обладает Искусством навигации То Глядя на неподвижные звезды Он Может Найти Правильный курс И Значит По этому курсу Прийти В нужное место Назначения Точно так же Личности Такого калибра Как Прохлада Махарадж Они Не имеют Никакого отношения К этому материальному миру Вот Но По Божественному замыслу Прохлад Был Помещен В семью Демонов Отчасти Для того Чтобы показать нам Что Духовную практику Можно Осуществлять Даже В неблагоприятных Условиях И это Весьма Актуально Для калиюги Потому что Довольно часто Нам приходится Начинать По меньшей мере Свою духовную практику Среди людей И в тех обстоятельствах Которые Совершенно Не разделяют Наших взглядов Вот И не то Что не разделяют Они могут быть Даже Порой Враждебны Ко всем этим Вещам И вот В этом Смысле История Прохлада Может быть Весьма Показательна Для нас И из нее Можно Излечь Достаточно Много Полезных Система Система У них Система Образования До этого Говорилось Что Они Обучали Детей Будущих Кшатриев Политики Дипломатии Экономики Как Ничего все вот это демоническое оставить, полностью изменить свой внешний образ жизни и так далее. Но вот в случае с Прохладом Махараджи все выглядело совершенно иначе. Внешне ничего не менялось. Но что его удерживало в сознании Кришны, это была его внутренняя связь с Кришной. Мы знаем, что Прохлад является примером того, кто достиг совершенства благодаря процессу памятования, смаранам. И вот это смаранам, памятование или такая, можно сказать, медитация, это способность устанавливать связь с Господом через ум. Одна из функций нашего тонкого тела – это смрити, память. И если мы что-то очень хорошо запомнили, запоминаем мы обычно то, что на нас произвело какое-то сильное эмоциональное впечатление. Если эти вещи остались в нашей памяти, то нам легко на эти вещи медитировать, потому что какая-то такая сильная самскара на нас воздействовала. И его статус Нитя Сидги, плюс вот эти вот Пурва Самскары, которые он получил, еще находясь в очреве матери, через наставление Нара де Муни, все это сделало Прохлада практически неуязывым. И мы знаем эту историю противостояния с Хирани Кашипу, что Прохлад как-то с ним даже и не боролся. Он ему, собственно говоря, и не проповедовал. Инициатива была всегда на стороне Хирани Кашипу. Это он спрашивал, ну как там ты учишься, чему вас там научили, ну-ка расскажи мне, какие главные вещи в школе. И тут, значит, Прохлада начинал излагать вот эти вот духовные истины, что приводило в ярость Хирани Кашипу. И это стало основой такого их конфликта. То есть как бы получилось, что Прохлад, он без вины виноват. Просто вот его отцу демоничному не нравилось все это, и поэтому он против него какие-то различные какие-то строил планы. Сначала по перевоспитанию, пытался перевоспитать, когда он понял, что перевоспитать его невозможно, значит, он уже решил уничтожить его. Но мы знаем итог, что Прохлад был неуязвимым, потому что его защищал Верховный Господь всегда. И вот здесь описывается ситуация, как Прохлад вел себя по отношению к своим сверстникам. Пошел процесс обучения, какие-то там перерывы были, перемены, может быть, короткие, может быть, даже и длинные перемены были. Там до обеда, после обеда, когда вот эти вот учителя уходили домой к себе, занимались своими делами. Вот ученики, находясь в Гурукуле, оставались вместе и, естественно, для детей, вполне естественно, играть. И вот тут очень важный момент, потому что, хотя друзья Прохлада приглашали его на эти игры, он, говорится, что ко всем этим играм не испытывал какого-то особенного интереса и пытался им проповедовать. И вот это любопытный момент, когда нам может показаться, что есть что-то немного неестественное в поведении Прохлада. Вот, ну, дети есть дети, они же играют. Кришна сам играл, правильно, когда он был ребенком, Господь Читания играл. То есть, вроде как в играх нет ничего такого греховного. Но неоднократно такое уже упоминалось у нас, что и когда Нара Дамуни был маленький, тоже его эти игры не интересовали. И вот Прохлада тоже. То есть, какие-то такие, ну, прям серьезные дети вообще, игры им не нужны и так далее. И у нас может сложиться негативное представление о том, что игры – это вообще какая-то глупость. И это одновременно и верно, и нет. Потому что дело-то не в играх как таковых, а дело в том, что в мирских играх нет Кришны. Если в эти игры добавляется Кришна, то в этих играх нет ничего плохого. Более того, это основа жизни. Потому что мы знаем, что в конце концов цель живого существа состоит в чем? Войти в Кришна-лилу. Войти игры Кришны. Кришна игривый очень. То есть, для него его называют Лила-Пуруша, одно из его имен. То есть, тот, кто наслаждается всевозможными лилами. Поэтому игра как таковая, она не является чем-то плохим. Это вообще говоря, божественное занятие. Вот эта вот тенденция или склонность играть, она от Бога исходит. И поэтому мы все, будучи вот этими частичками Бога, тоже игривые. Нам хочется во что-то поиграть. Но вот отсутствие Бога в наших играх, да, вот оно делает эти игры бессмысленными. Пустой тратой времени. Но сама тенденция играть, она абсолютно нормальная. В этом нет ничего предосудительного. Поэтому здесь очень важно с водой не выплеснуть ребенка. И об этом какие-то постановки вопроса, типа, зачем эти игры, пустая трата времени, да. Вот, дети должны учиться, быть серьезными. Это все переводит ситуацию немножко в какое-то искусственное русло. Потому что мы не можем детям запретить играть. Это невозможно сделать. Вот, и мы знаем, что все эти магазины, игры, игрушки, они процветают именно за счет того, что у детей есть тенденция играть. Сначала какие-то простые, примитивные игрушки. Вот, потом какие-то уже игры, которые требуют какого-то знания, понимания, там, какая-то стратегия и прочие вещи. Вот, то есть игры мы знаем, что они могут быть вполне развивающими, правильно? То есть игры могут развивать разум. Поэтому игры не являются чем-то плохим. Вот, и поэтому, когда мы читаем подобные стихи, что прохлад, он такой был прям вообще трансцендентный, и на все эти игры не обращал внимания. Это нужно понимать в определенном контексте. То есть это не обесценивает смысл игры. Не обесценивает смысл игры. Но, поскольку эти дети имели ложную систему ценностей, то прохлад хотел как раз дать им именно вот эту вот истинную систему ценностей. А потом в этой истинной системе ценностей меняется само понимание игры, когда Господь уже становится сам частью этой лилы, этой игры. Но даже в материальном плане привлекательный аспект игры, это опять же Кришна. В 10 главе Бхагавадгиты Кришна говорит, что среди всех мошенничеств я есть азартная игра. Есть такое? Есть такое. То есть вот это чувство азарта, которое побуждает человека дальше играть, выигрывать, проигрывать, свистеть на стадионе, шуметь и так далее. Это все вот этот вот азарт, это Кришна. Именно он делает игру привлекательной, понимаете? Кто победит, там какие-то красивые комбинации, что-то еще. То есть во всех играх, во всех играх привлекательный момент это именно Кришна. И поэтому нужно четко понимать, что хотя в целом материальная жизнь это майя, но она кажется привлекательной, потому что эта майя божественна. Кришна говорит в 7 главе Бхагавадгиты, что эта материальная энергия непреодолима. Почему? Потому что она божественна. И поэтому она несет в себе божественные качества. Но эти божественные качества, в данном случае 3 качества материальной природы, гуны, что делают? Они обманывают душу. То есть элемент привлекательности от Кришны остается, но цели меняются, потому что люди хотят в этой игре что-то выиграть, кого-то победить, продемонстрировать свое превосходство, на уровне ложного эго наслаждаться. Это все майя, это все иллюзия. Но сама внутренняя суть лилы – это Кришна. И поэтому здесь нужно различать. То есть мы говорим, это тело, комок невежества и все прочее, эти гуны. Но мы знаем, что эти гуны, хотя они не связывают нас, но допустим в 14 главе Бхагавадгиты Кришна говорит, что гуна благости лучше всех остальных, потому что она может привести к освобождению. И так это тоже гуна, но она может привести к освобождению. То есть гуны вроде как плохо, но вот одна из гун не такая плохая, потому что ее можно использовать в преданном служении. Точно так же в своих оценках различных явлений мы должны быть достаточно осторожны, чтобы понимать, где есть сущность, почему это явление привлекательное, потому что оно создано вот этой божественной энергией, соответственно, она передает какие-то божественные качества. Но вектор этих усилий, вектор этой лилы, он уводит нас в иллюзию, он уводит нас от Бога. И поэтому мы не просто какие-то вещи отбрасываем, мы их очищаем. Допустим, есть какая-то музыка, которая уводит нас глубоко в маю, а есть музыка, которая приводит нас к Кришне. То же самое какое-то искусство, драмы, спектакли, фильмы, приближающие нас к Кришне и удаляющие нас от Кришны. Хотя это один и тот же жанр. То есть здесь мы не осуждаем какие-то вещи, как таковые, но мы смотрим, каков вектор, направление, куда это нас ведет. И поэтому материальная жизнь, она очень внешне похожа, может быть, на духовную жизнь, если она благостная. Но вектор может быть другим. И вектором материального существования является мое собственное самоутверждение, удовлетворение и так далее. В то время как в духовной жизни те же самые вещи используются для того, чтобы что-то сделать для Кришны. Поэтому в своих оценках различных событий мы должны учитывать два фактора. Саму божественную суть явления, которая кажется привлекательной, в том числе в тех же азартных играх, суть божественная. Кришна тоже играет в азартные игры, в Балараму, в шахматы и так далее. На какой-то даже интерес они играют, выиграл, проиграл и так далее. Это божественная суть. Но в материальном мире это все покрывается гунами, это все имеет ложный вектор, уводит нас от Бога. И вот в этом проблема. Поэтому нужно помнить, что Господь сам по себе Он изначальный игрок. И желание играть у нас от Него. И в Шримад Бхагаве там неоднократно говорится о том, что Господь совершает свои деяния играючи. Играючи. Вот вам пример один небольшой. Я себе тут пометил. Шримад Бхагаве там 10-я песнь, 16-я глава, текст, так, 20-29 или какой-то. Нерожденный Господь, Верховный Повелитель, который играючи творит, поддерживает и поглощает эту вселенную, родился в династии Яду, чтобы защитить законы, созданные им самим. И подобных высказанных в Шримад Бхагаве там немало, особенно, когда касается вот этих вот всех творений и так далее. И так Верховный Господь играючи творит, играючи поддерживает, играючи поглощает этот материальный мир. То есть, играючи обозначает легко. То есть, не стоит ему каких-то это все больших трудов, усилий. Шила Прабхупада говорил, что, допустим, вот на Западе в этой древнегреческой философии есть концепция, что некие вот Атланты, они держат этот мир, Атлас, он держит мир, и в такой напряженной позе, он не может прекратить это все, потому что, ну, иначе мир обрушится. Но, когда мы читаем ведическую концепцию творения, поддержания мира, то здесь мы встречаемся вот с таким пониманием. Лилая, это все делается играючи, очень легко, без проблем. Процесс творения очень сложен и энергозатратен. Но для Верховного Господа это просто игра. Итак, какие у него игры? Сришти Лила, Лила творения, Маусалья Лила, Лила уничтожения собственной династии, которая описывается в 11-й песне Бхагавата, когда уничтожил династию Яду. Раса Лила, во Вриндаване, Кришна, вот этот вот танец любви, танцует со своими близкими, сокровенными, преданными. Говардхана Лила, Кришна совершает невероятные подвиги, поднимает холм Говардхана, защищает жителей Вриндавана от всего этого гнева Индры. Дамодара Лила, когда Кришна, будучи маленьким, на самом деле принимает форму Вселенной именно по этой причине, и Шода не могла его связать, потому что иначе непонятно, вот маленький ребенок, как же его невозможно это связать, сколько там веревок Мать Ешода не брала, все ей не хватало. А причина состоит в том, что хотя внешне Кришна выглядел как маленький, на самом деле он проявлял тут свою вешварупу, Вселенскую форму, а Вселенную обвязать веревками, ну это точно, конечно, нереальное занятие. Но это было все невидимо, и Мать Ешода никак не понимала, почему ей не удается связать Кришну. Итак, Дамодара Лила, в конце концов, в наш век, Санкирта на Лила, игра по распространению любви к Богу в форме пения святых имен, совместного пения святых имен, Санкирта на Лила. Это божественные игры, это то, что я перечислил, это малая толика, потому что существует, мы знаем множество, Лила Аватар, Аватары, которые приходят в этот мир, являть определенные игры. И тут вам, пожалуйста, вспоминайте все с самого начала, и Мать Аватара, которая спасла Мауну во время потопа, и Курма Аватара, при помощи которой был добыт божественный нектар, Амрита, когда полубодие демоны пахтали молочный океан, и Вараха Лила, когда он поднял землю из океана Гарбадака, и так далее. Что хотите, Рама Лила, вплоть до Калки Лилы, когда он будет уничтожать всю эту демоничную цивилизацию в конце Калиюги, везде были какие-то Лилы. То есть Господь играет, и Он не делает ничего, кроме игр, понимаете? Итак, Он играет. Что же нам? Смотрите, получается, что прохлад призывает нас к какой-то серьезности, все эти глупые игры, оставьте. Ну ладно, взрослые люди, допустим, но они тоже не против поиграть во что-нибудь, хоть в карты, в домино, в бильярд, или еще что-нибудь. Это нормально, нормально для живых существ, Лила. Но проблема, опять же, я говорю, состоит в том, что Кришны просто там нет, связи с Кришной нет, поэтому это называется майя. А тенденция играть, она нормальная, потому что в конце концов духовная жизнь обозначает не просто стать серьезным дядей, который там или тетей сидит в уголочке с серьезным видом, отрешет всего, говорит ом, 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 погружается там во что-то, так сказать, вечное, которое отличается от всего этого материального разнообразия какой-то тишиной, пустотой, светом. Не в этом же смысл. Такие представления могут иметь люди, обладающие неполным духовным знанием, имперсоналисты, буддисты, и, так сказать, их куча всяких разных разновидностей, псевдо, псевдо, так сказать, вот эти вот духовные люди, которые считают, что вот духовная жизнь, она лишена разнообразия, лишена форм, имен, это какая-то пустота, какой-то свет и так далее. Мы читаем, в общем, от Багава там совсем другую картину, что как раз духовная жизнь, это лила, это лила, и Господь не играет, вот есть даже особая такая энергия, называется лила шакти, лила шакти, это энергия, которая помогает Господу организовывать игры, и так Господь играет, и что же мы, ну и мы тоже не отстаем в этом материальном мире, чем люди занимаются, у кого-то политические игры, кто-то играет на бирже, на разнице курсов валют, там и так далее, там какие-то акции и все прочее, вот, все так или иначе, рано или поздно играют какие-то брачные игры, появляется симпатия между мужчиной и женщиной, начинается все это ухаживание, флирт и так далее, вот, это брачные игры, как есть, они есть и у животных, и у людей, когда там эти петухи распушают свои хвосты, начинают там обхаживать самок и так далее, это лила, это брачная лила, вот, спорт, это вообще сплошные игры, огромное количество игр, есть игры какие-то более или менее безобидные, да, вот, а есть игры азартные, где можно проиграть вообще все деньги, да, есть всякие какие-нибудь ужасные проявления этих азартных игр, типа там, русская рулетка, когда в револьвер, значит, заряжается один патрон, одна пуля, вот, его крутят, и человеку подставляет себя к виску и нажимает, повезет, не повезет, то есть, вот, сейчас там барабан в целом пустой, но одна пуля там есть, вот, и даже был американский фильм, старый, назывался «Охотник на оленей», Диа Хантер, про одного американского военного, который после этой вьетнамской войны в Америку не вернулся, остался во Вьетнаме там по каким-то причинам, или он был ранен, в общем, как-то он не вернулся в Америку, остался во Вьетнаме, там надо было как-то жить, и вот он выживал именно тем, то есть, его использовали вот на этой, в этой азартной игре, русская рулетка, и за каждый успешный раз, как говорится, там ему давали какие-то деньги, на что он, собственно говоря, и жил, то есть, ну, его как раба фактически там держали, вот, ну, вплоть до последнего момента, когда в конце концов ему не повезло, вот, и он уже вышиб себе там мозги, вот, то есть, вот это вот, то есть, игры бывают очень-очень опасные в этом материальном мире, вот сейчас очень распространены компьютерные игры, где там не только какие-то стрелялки, догонялки, а какие-то игры, которые требуют разума, стратегии и так далее, вот, те же самые какие-то подпольные казино, они во многом переехали в интернет, вот, и все они эксплуатируют одну идею, вот этот вот азарт, вот это вот стремление живого существа к игре, испытать судьбу, может быть, там, какую-то удачу ухватить за хвост, и для этого всего нужно участвовать в игре, нужен какой-то риск, вот, поэтому отказаться от игры мы, в принципе, не можем, вот, потому что любые отношения в этом материальном мире, это не что иное, как игра, то есть, люди участвуют в чем-то для того, чтобы что-то получить, понимаете, вот, на работе, в семье и так далее, это не что иное, как определенные лилы, где каждое живое существо делает свой ход, делает свой ход, делает свою ставку какую-то, понимаете, как, допустим, если мы играли в какие-нибудь игры, где там нужно, кубик кидаешь, там, и сколько у тебя очков выпало, ты, значит, свою фишку передвигаешь там на какое-то количество клеток, да, каждый делает свой ход, вот, и, соответственно, он продвигается туда или сюда, приобретает или проигрывает что-то, вот, и жизнь это тоже, как вот, ну, шахматная доска, вот, разные люди обладают разной силой, разным потенциалом, как разные шахматные фигуры, они могут ходить так или эдак, вот, соответственно, кто-то может сильно продвинуться, кто-то там, как пешка, маленькими шагами двигается, вот, то есть, каждый из нас в силу своей обусловленности, своей кармы занимает какую-то свою уникальную роль, вот, и мы играем, мы играем, и мы видим, что мы проигрываем, выигрываем, или попадаем в какие-то, может, патовые ситуации, вот, то есть, если посмотреть именно вот такими глазами, то в строгом смысле слова, жизнь это не что иное, как игра, вот, но, конечно же, когда люди играют не по правилам, не по правилам, а правила устанавливает Бог, вот, когда мы играем не по правилам, то мы проигрываем в результате, вот, и поэтому, я вот зачитал вам этот стих из 10-й песни Багова, там, что Господь явился в роду яду, чтобы защитить законы, созданные им самим, то есть, не играть мы не можем, я не могу сказать, я вне игры, знаете ли, потому что, Кришна в каждого из нас вложил шакти, он поставил нас какое-то определенное, в какую-то позицию, дал нам знание, говорит, а теперь ходи, твой ход, что ты будешь делать, какие твои шаги, да, вот, и мы ходим туда или сюда, на эту клетку, на белую, на черную, правильно, неправильно, и каждый новый ход, каждый новый шаг, он приводит к каким-то определенным последствиям, я ошибся, не на то поле, как говорится, зашел, да, какая-то другая фигура меня раз срубила, и я временно, как говорится, выбыл из игры, все говорят, мы тебя списали со счетов, вот, или наоборот, я какой-то сделал правильный ход, и вот пешка, раз она вышла, стала ферзем, то есть, если посмотреть на жизнь вот таким вот образом, то это не что иное, как игра, где каждый из нас есть фигура, и все мы фигуры в какой-то игре, и мы играем в свои игры, а Господь играет в свои игры, другого уровня, вот, то есть, я разыгрываю какую-то свою партию с разными живыми существами, которые вокруг меня, с кем-то я дружу, с кем-то я враждую, кому-то я помогаю, кого-то я игнорирую, у меня свои отношения в этом материальном мире, и кроме того, что я играю в свою партию, еще Господь играет в свою партию, где я, есть его фигура, я кем-то там двигаю, кто мне подчиняется, и он мной двигает, то есть, кроме моего плана, есть еще божественный план, вот, и я могу сегодня выиграть, а завтра проиграть, но Кришна выигрывает всегда, почему, потому что он знает, в общем-то, может быть, на много ходов вперед, что я сделаю, потому что он знает мою природу, он знает мои пристрастия, вкусы, слабости, что я выберу, куда я пойду, вот, поэтому он в этом плане, игрок идеальный, он не проигрывает, но ему интересно следить за тем, как вот я тут на этой доске двигаюсь, и так, отказаться от игры мы не можем, но что мы можем, поэтому это будет какая-то искусственная вещь, немного, если мы заберем у детей игрушки, и будем говорить, смотри, вот прохлада Махарадж, он своим друзьям, одноклассникам говорил, там, бросьте вы все эти игры, глупости, садитесь в философию слушать, да, вот, то есть мы ожидаем от детей, что все они бросят свои, значит, игрушки, велосипеды, мечи, и так далее, куклы, и вот они сядут, и будут, как великие мудрецы, изучать философию, надо же какие, ну, прям вообще, ну, святые люди, да, в прошлой жизни, наверное, йогами какими-то были, вот, или преданными, которые не достигли совершенства, вот этого мы хотим, и когда наши дети продолжают играть, или там делать какие-то вещи, не те, которые мы ожидаем, мы говорим, ну, это демоническая цивилизация, то есть мы хотим, чего-то искусственного, мы хотим лишить детей, вот этого права на игры, на какое-то там творчество, развитие, чтобы они сидели с утра до вечера, книжки читали, изучали философию, были послушными, странных вещей мы хотим, понимаете, вот, когда здесь прохлад, или там проупады, где-то в комментариях, осуждает какие-то игры, то он не игры как таковые осуждает, а осуждает то, к чему, к чему эти игры ведут, то есть отсутствие Кришны там, если же Кришна привнесен, причем не искусственно, мы не какие-то сахаджи, мы не говорим, что вот сегодня я вечером пойду на танец расы, танцевать с Кришной, танец любви, если я так скажу, все поймут, все понятно, это сахаджи, то есть такое легковесное, примитивное, материалистичное понимание всех этих вещей, но как я могу правильно участвовать в играх Кришны, сейчас, сейчас, не то, что там, когда я вернусь в духовный мир, неизвестно, вернусь мне в него или нет, ну, допустим, самое лучшее, что я туда вернусь, и вот там в какой-то лету буду участвовать, хорошо, а сейчас мне что делать, что сейчас, быть просто серьезным, и во всем себе в жизни отказывать, и говорить, нет, нет, игры не для нас, мы серьезные люди, мы тут книжки читаем, да, у нас серьезные дела, а эти там, кто бегают, мяч пинают, так далее, это вообще не серьезные люди, это достаточно искусственная постановка вещей, потому что, как говорится, ну, всему, всему, всему свое время, вот, и поэтому, лила-то остается, она сопровождает нас всю жизнь, просто меняется характер, понятно, что дети там, они в какие-то, может быть, более подвижные игры играют, вот, взрослые люди, они тоже двигают разными энергиями, у них тоже там свои какие-то игры, как я говорил, на политическом, на экономическом поприще, вот, и так далее, то есть, это все не что иное, как участие в лилах разного масштаба, в соответствии с нашей квалификацией, с нашим потенциалом, вот, но, учитывая условия Калиюги, и учитывая то, что Господь сейчас реально, реально разыгрывает свою Санкерта на лилу, то есть, он привнес духовную энергию в материальный мир, в определенном виде, в виде святого имени, в виде этих книг, духовного знания, в виде даже освященной пищи, просада, то мы вполне, не будучи никакими сахаджиями, вполне можем участвовать вот в этой Кришна-лили, в Санкерта на лиле, распространяя духовную энергию, в меру своей квалификации, те, кто хорошо знают философию, они распространяют знания, те, кто умеют красиво петь, они поют святые имена, те, кто умеют готовить, значит, они вкладывают свое вот это вот кулинарное искусство, вот в эту часть лилы, и другие уже, допустим, раздают, распространяют все это, это реальная вещь, это реальная вещь, без всякой сахаджии, без всякого легковесного подхода к духовной жизни, без всякой имитации каких-то там великих личностей из духовного мира, мы реально можем участвовать в божественной игре, санкертоналила, каждый в своей роли, кто-то на главных ролях, кто-то на второстепенных ролях, на поддержке, но так или иначе, мы знаем, что фронт без тыла не существует, не так много, может быть, каких-то ярких, харизматичных проповедников, или каких-то там великих киртаниев, которых мы все там любим и обожаем, такого, может быть, не так много, но что стоит этот великий киртаниев, если нет хора, который его поддерживает, и те, кто поют вторыми голосами, они, может быть, не лидеры, но они тоже нужны, как массовка, понимаете, если я не могу прекрасно петь, ну я могу поддерживать это пение, участвовать, если я не могу как-то там особенным образом находить путь к сердцам людей, через знания, что-то такое объяснять, ну что ж, я могу поддерживать, помогать тех людей, кто это уже делает, помогать всем людям, кто это уже делает, или могу участвовать в другой форме распространения вот этой вот духовной энергии через просад или там какие-то другие поддерживающие, может быть, технические стороны, финансовые, неважно. То есть здесь каждое живое существо согласно своему потенциалу может найти себя, может найти какую-то свою роль. И вот это важно. То есть это то, что реально, понимаете, то, что реально. И мы участвуем в этой лилии, в этих играх раздачи божественной милости. И здесь нужно понять простую вещь, что чем больше милости мы даем другим живым существам, тем больше милости мы сами получаем. Если я что-то получил и ушел куда-нибудь в уголок, сел и потребляю то, что я получил, это одна позиция. Если я не просто получил и отошел, то есть какую-то пассивную роль занял, а если я занял какую-то более активную роль, получил – передай, получил – передай. Все, я становлюсь уже частью какого-то божественного конвейера. И чем больше я отдаю, чем больше я получаю. Мы часто говорим, что решающим фактором в духовной жизни является получение милости Бога. То есть пока мы не получили милость Бога, ну что мы сами. И поэтому мы вроде как ждем этой милости Бога. Но каков лучший способ эту милость снискать? Есть несколько способов. Один из них описан во второй главе Бхагавадгиты, где Кришна прямо говорит, если я не ошибаюсь, кажется, 64-й или 65-й стих, точно не помню, во второй главе, где Он говорит, что на того, кто избавился от всех привязанностей и антипатий и научился контролировать свои чувства при помощи регулирующих принципов свободы, нисходит милость Господа. То есть вот вам один способ получить милость. Тут конкретно наши усилия. Да, то есть я должен выйти из-под влияния этой двойственности, должен научиться контролировать свои чувства, все вот как бы в гуну благости себя поднять. И вот те, кто в гуне благости, они быстрее, скорее всего, получают эту милость. А один способ. Другой способ описан Кришиной в самом конце Бхагавадгиты, где Он говорит, что тот, кто открывает эти тайны, то есть Бхагавадгиту моим преданным, тому чистое преданное служение гарантированно. И в конце Он придет ко Мне. Он говорит, нет для Меня слуги дороже и никогда не будет. Это будет самый конец 18 главы Бхагавадгиты. То есть способ, когда человек получает милость не просто там благодаря каким-то своим усилиям, как вот я сначала сказал во второй главе, да, стих, а другой немножко способ, когда тоже усилие есть, но может быть человек, ну не такой же, он, не знаю, там, аскет там, или как-то вот, он больше вдохновлен вот этой вот коруна-шакте, этой энергией сострадания, энергией милости, вот, и он участвует в этом, может быть, несмотря на все свои несовершенства. Вот он как-то пытается эту божественную милость раздавать в меру своей квалификации. И, конечно, да, ему в конце тоже чистое преданное служение гарантированно, гарантированно, то есть он получает милость. И вот это вот, по сути дела, и есть наш основной способ, который вполне соответствует этой вот Санкертоналили, то есть в которой участвовать могут, ну, абсолютно все. И, по сути дела, тогда получается, что наша жизнь материальная превращается в игру, то есть начиная смотреть на жизнь, как на игру. И это не попытка как-то вот искусственно все это выставить в качестве игры. Потому что материальная жизнь, ее можно, ну, с большим натягом назвать игрой, вот, потому что обычная игра, ну, как она, радость людям приносит, да? А эта игра, это прямо как в картине Сальвадора Далии, мрачная игра, мрачные игры в этом материальном мире, да? Вот, и мы знаем, что в конце концов все эти игры материального мира заканчиваются тем, что все, как говорится, сыграли в ящик, да? Последняя игра, вот, то есть все это мрачно заканчивается. Но когда добавляется вот этот вот божественный элемент, то есть при всех моих несовершенствах, я говорю, что вот возьмите меня, примите, то есть может быть я тоже могу какую-то полезную роль сыграть вот этой божественной лили по распространению милости, все меняется. Я помню одну очень давнюю ситуацию. Много-много лет назад, где-то в самом начале 90-х годов, когда очень много распространялось книг, привезли в наш храм во Владивостоке контейнер с книгами. Вот, и его нужно было быстро разгрузить, то есть у нас там было отдельное, значит, складские помещения, вот, и требовалось много рук. И вот там какой-то парень, он так, немножко был знаком, но он не был каким-то там практикующим, преданным. Его просто позвали, говорят, слушай, помоги, мы тебя потом накормим, ну, за обед, за просад, грубо говоря. Он говорит, ну, давайте. Вот, и он включился в конвейер, то есть там, значит, стоял этот грузовик, открыта была дверца, вот, оттуда, значит, книги выкладывали, и стояла такая цепочка, конвейер до склада, все это до нашего носили. Вот, и он был частью этого конвейера, одним из людей, которые вот эти вот коробки с книгами, значит, перекидывали туда-сюда. Вот, и он сначала был в каком-то таком хмуром, немножко настроении, ну, так просто согласился, нужны были руки, да, и вот его, как говорится, за еду наняли, да. Вот, и вот он там стоял, и достаточно долго это все, может быть, было около часа, потому что там контейнер большой. Вот он просто был, как это, тупо кидал книги, тупо перекидывал, вот он даже не понимал, что он, собственно говоря, делает. Но я помню, что было в конце, вот, когда, наконец, они этот контейнер разгрузили, этот парень, он преобразился полностью вообще. То есть у него была какая-то абсолютно нечеловеческая, неестественная улыбка на лице, и он хохотал как безумный, и он не понимал, что происходит. То есть обычно люди после часа тяжелого физического труда, они вряд ли так будут хохотать, понимаете? Они будут искать место, там, присесть, где-нибудь отдохнуть, водички попить. А тут у него, значит, что-то такое с ним произошло, как говорится, пробило его. То есть он просто держал в руках эти книги Прабхупады, даже не читая их, он просто передавал их на конвейере туда-сюда, туда-сюда. Вот, и в конце этой всей разгрузки у него такая, ну, в хорошем смысле слова, какая-то духовная истерика случилась. Он хохотал как сумасшедший, вот так у него какая-то улыбка была такая неестественная. Он съел там какую-то ударную дозу просада, там, по-моему, несколько порций вообще. Ушел счастливый, потом он несколько раз приходил. Потом, правда, я не помню, где-то он потерялся, но совершенно очевидно, что человек получил какую-то такую, ну, внеочередную, так сказать, ударную дозу вот этой вот милости, просто от того, что он даже сам того не понимая, в чем он поучаствовал, понимаете? Вот, поэтому, тем более, когда мы участвуем в этих вещах, ну, с какой-то большей осознанностью, с большей какой-то такой ментальной, эмоциональной вовлеченностью, совершенно очевидно, что мы попадаем в этот поток милости. Вот, ну, понятно, что когда именно кто там что получит, здесь это все может быть немножко отсрочено. Вот, у Кришны в этом плане своя какая-то тактика, когда он кого будет награждать, когда он кого будет наказывать. То есть, допустим, в Бхагово там описывается вот эта вот ситуация, как кауравы накапливали свою дурную карму, да? Они и пандавов неоднократно оскорбляли, и покушались на них, и все, и против Кришны у них там была своя политика. Вот, и возникает вопрос, и Драупади они оскорбили, и, в общем, масса всего. Возникает вопрос, почему вот сразу, сразу гром и молния на них не обрушились, и вот они не были, как говорится, поражены сразу за свои грехи. И, допустим, вчера был на лекции духовного учителя, и он рассказывал историю из читания Черетамриты, как один человек по имени Гопал Чапала хотел опорочить Шриваса Пандита, и он поставил перед его дверью параферналии для поклонения дурги. Вот, он был вайшнавом. И там в контексте Парупада говорит, что в Бенгалии долгие годы идут эта конкурентная борьба между шахтами, поклонниками дурги, и вайшнавами, поклонниками Кришны. И вот Шривас Хакур, он был очень уважаемым вайшнавом. И этот Гопал Чапал, завидуя ему, хотел его обесчестить. И вот он перед его дверью поставил этот вот поднос для поклонения дурги, чтобы все соседи увидели, кто он такой на самом деле. Вот, ну там это долгая история, смысл не в этом. Смысл в том, что через три дня, через три дня после того, как это произошло, этого Гопал Чапала поразила проказа. Проказа в такой тяжелой форме, и он вынужден был уйти из деревни, страдал, вот, и молился Господу Чайтане, чтобы он его помиловал. И Господь Чайтане ему дал эту милость только годы спустя, годы спустя, когда он там совершил путешествие, принял Саньясу, путешествие по Южной Индии, во Вриндауну и так далее. Потом он опять оказался в этом месте и дал наставление этому, значит, Гопалу Чапалу, чтобы он пошел, извинился перед Шивасом-Пандитом, и тогда, как это все прошло. То есть возникает вопрос, почему, допустим, в случае с Гопалом Чапалом эта реакция пришла за оскорбление быстро, через три дня буквально, такая серьезная болезнь его поразила. А с теми же Кауравами нет. Вот они оскорбляли, оскорбляли, оскорбляли. С них, как с гуся вода, ничего, никаких реакций. И объясняют Ачаре, что Кришна, как говорится, загибал пальцы, он считал. Он хотел всех этих демонов собрать в одном месте, чтобы ни какого-то, ни каждого по отдельности отстреливать, а собрать их всех вместе на Курук-Шетре, и там, как говорится, уже одним махом всех уничтожить быстренько. Вот точно так же и то, что касается каких-то вознаграждений, какого-то прихода милости. Иногда она приходит быстро. Иногда говорит, что человек что-то делает, делает, делает какие-то вклады, он участвует в каком-то распространении, он говорит, ну вот, я и ничего. Потому что Кришна – это не какая-то вот такая личность, которая следует линейной формальной логике. Это не то, что, допустим, мы где-то там работаем, вот заработал, вот получи за неделю твои деньги. Вот никто не поймёт таких лил, что ты работаешь, работаешь, ничего не получаешь. Говорит, ну в конце, знаешь, такой будет сюрприз от начальника. Никто на это не купится. Люди говорят, вот я работал, будьте любезны мне заплатить. То есть мы привыкли к такому формальному подходу, что я вкладываюсь, вот будьте любезны мне компенсируете. И получается так, что мы примерно то же самое переносим на Кришну. И говорим, вот я служу, вот я делал то, то, то. Где эта милость божественная? Я не знаю. Потому что на каждого, вернее, у Кришны какие-то свои определённые виды. И здесь нет таких, знаете, общепринятых шаблонов, что у всех всё как-то по шаблону стереотипно происходит. Поэтому, как говорится, возможны разные варианты. Но то, что очевидно, это то, что любой человек, который принимает участие в этих лилах, он не будет забыт. Мы читаем в «Нектаре преданности» различные качества Кришны. Одно из них – это то, что Кришна благодарный. Кришна благодарный. И даже там говорится в качестве примера, что когда вот эта вот Драупади попала в эту сложную ситуацию, когда её хотели обесчестить, и она подняла руки к небу и сказала, «Ой, Кришна, Эй, Кришна, Эй, Говинда». Вот эти вот просто два возгласа, «Эй, Кришна, Эй, Говинда», говорится, что Кришна был настолько благодарен за это, что его долг, его долг по отношению к ней возрастает с каждым днём. Его долг. То есть он как бы должен. И он чувствует эту благодарность большую. Поэтому все его преданные, они неизбежно получают это. Когда, при каких обстоятельствах и так далее. Тут нам очень тяжело всё это прогнозировать. Мы общий принцип понимаем, но вот эти все детали, детали, что, где, когда и как, они нам неведомы. Вот поэтому мы просто понимаем благодарную природу Кришны и неизменность действий этих принципов. Поэтому для нас способ получения милости, он может быть вот таким вот комбинированным. То есть с одной стороны, как сказано в этой второй главе Бхагавадгиты, поднявшись над привязанностью и антипатиями, научившись контролировать чувство при помощи регулирующих принципов свободы. И вот этот вот метод ещё, когда мы участвуем в божественных лилах, и тогда уже как бы это тоже приходит с течением времени. То есть по сути дела мы можем превратить жизнь в игру. И это не какая-то искусственная постановка. Давайте раскрасим свою жизнь, превратим её в игру. В то время как мы видим столько всего негативного в этом мире. Что-то это на игру как-то не тянет. Какая-то действительно всё это мрачная игра, которая заканчивается плохо в этом материальном мире. Но если мы добавим вот другое измерение, другой уровень понимания жизни, что мы все осознанно или неосознанно участвуем в играх Кришны. Все живые существа, растения, живот, насекомые, все участвуют в его планах. В каком-то цикле обмена служением. Все чему-то служат, но служат неосознанно. Весь мир, вся жизнь – это цикл неосознанного служения. Живые существа, животные просто едят, спятся, выкупляются, обороняются. Они вообще ничего не думают. У них разум очень сильно сжат этими ограниченными четырьмя потребностями. Но они тоже находятся в цикле этого неосознанного служения. Они все играют какую-то роль, какой-то вклад делают каждый. Когда живое существо попадает в тело человека, да еще становится преданным, то есть обладает вот таким вот расширенным сознанием, теперь появляется шанс, что его служение станет осознанным. И вот в меру осознанности мы можем участвовать в этих играх, не будучи сахаджиими. Да, нам рановато участвовать в танце расов, в танце любви, но в раса лили. Но мы можем поучаствовать в Санкертон-Алили, в той игре, которую Господь проводит прямо сейчас. Это реально. И если мы вспомним одну иллюстрацию, которая есть в этой книге «Учение Ши-Чайтании», там она такая вертикальная иллюстрация, и нижняя ее часть Господь читания поет Киртон со своими спутниками. Потом какое-то такое облачко, разделяющая полоса, и наверху гопи предлагают Кришне гирлянды и так далее. То есть то, что на нашем нынешнем уровне есть вот такая, ну может быть, внешняя Санкерта-Налила, то есть то, что мы раздаем вот эту духовную энергию в форме знания, в форме успевания, в форме просада, то по сути дела, по сути дела, на абсолютном уровне духовного мира есть не что иное, как вот что-то более сокровенное, понимаете, чего мы, может быть, сейчас пока недостойны, но совершая свои вклады, свои действия, участвуя в этих играх и здесь, сейчас, согласно своей роли, согласно своим возможностям, мы фактически уже закладываем основу вот этих вот вечных отношений с Верховным Господом. Вот, поэтому при правильной постановке, при правильном понимании, жизнь может быть игрой, и она должна стать игрой на самом деле. Вот, и когда мы понимаем, что при всех каких-то тяготах, каких-то отягощениях кармы и так далее, вот, мы находимся в мире, где Господь играючи творит, играючи поддерживает, играючи все это поглощает и даже восстанавливает харму, убивает демонов играючи, как в третьей песне Бхагады, он говорит, что как ребенок ломает игрушки, вот так же Кришна убивает демонов. Как игрушку сломать, не проблема. Но кроме того, что игрушку сломанную, ее выкидывают, она больше не нужна, Кришна убивает демонов, освобождает их, он дает им освобождение, вот такие у него лилы. То есть от его действий любых, созидательных, разрушительных и так далее, все абсолютно живые существа получают полное благо. И поэтому, если мы немножко изменим свое восприятие, не просто будем ругать этот материальный мир, он такой-сякой, все плохо, все плохие, а эти демоны, бросьте вы там все эти игры, станьте серьезными, сядьте в угол, возьмите шастру, читайте философию, изучайте книги. Это все правильно, это все правильно. Но для того, чтобы добавить к этому всему, к этим всем правильным вещам, как говорится, немного специй, немного вкуса, для этого мы должны понимать, что мы также участвуем в лилах, это лила. И вот это само по себе уже немножко меняет наше восприятие жизни, что даже будучи в материальном мире, который дук халая маша шватама, который полный страданий, который временный, мы тем не менее не имеем альтернативу. Потому что в другом месте, где Кришна тоже говорит, что этот материальный мир временный полустраивание, что он говорит, анитимасукхам локам имам прапья баджаса мам. Он говорит, поэтому попав в этот временный полный страданий мир, анитимасукхам локам, имам прапья баджаса мам, служи мне. Служи мне. Вот этот момент является очень важным. Оставаясь в каких-то, может быть, не самых лучших обстоятельствах этого материального мира, мы сохраняем эту возможность служить Кришне. И это будет нашим участием в божественных играх. Я прошу прощения, тут заговорился, что-то меня понесло. Давайте на этом остановимся. Всем спасибо, Харик Кришна. Какие-то есть вопросы? Пожалуйста. Олег Кришна, спасибо, Жен-Джи Кумарбару, за интересную лекцию. Дорогие преды, если у вас есть вопросы, комментарии, пожалуйста, поднимайте руки, и мы вам включим микрофон. Также, по мере возможности, включайте камеры. Да, игры, в играх нет ничего плохого, если мы знаем какой-то высший смысл, высший замысел, господа, господа, творение, господа, так же, как очень много вещей в этом мире. Они как бы нейтральны, в зависимости от нашего сознания, индивидуальной души. Мы можем их использовать как во благо, так и во вред. Но в играх то же самое, наверное. И вот мой вопрос. Сейчас дети играют, но играют также в такие игры, что приводят к каким-то глубоким формам зависимости. И как родителям, старшим, вот, должно быть отношение правильное с точки зрения понимания того, что, да, есть вещи, которые будут происходить в соответствии с планом Господа, потому что не зря, наверное, технологии развиваются, все эти гаджеты, игры. Но вместе с тем, очевидные такие вот наблюдения, что это приводит к очень плохим последствиям. И вот как правильно реагировать на эту ситуацию? Конечно, мы не можем запретить, играть, мы не можем взорвать интернет. И какова альтернатива вообще? И где проявляется наша свобода и правильная реакция? Что вы думаете на этом поводу? У каждого живого существа есть свобода выбора, есть определенный уровень развития, есть определенная обусловленность, и все эти вещи необходимо учитывать. Тактика родителей по отношению к детям может быть разная. Она может быть запретительная, когда отбирают какой-нибудь планшет, компьютер, телефон и так далее. Она может быть разрешительная, но с определенными ограничениями. То есть, допустим, какое-то определенное количество времени ребенку разрешается играть. И это должно быть как-то уравновешено дхармой. То есть, мы знаем, что в нашей жизни, хотим мы того, не хотим, все равно присутствуют такие компоненты, как дхарма, ардха, камма, мокша. Может быть, мы не делаем для этого какого-то особенного акцента, но они присутствуют. И я помню, запомнил, да, с детских лет, к мать мне там говорила, да, типа там, сделал дело, гуляй смело. То есть, сделал дело, это значит дхарма, выполнил свою дхарму. Допустим, ты был в школе, ходил, выучил уроки, там, то, да, сего. Это вот то, что ты сделал дело, да. Теперь гуляй смело. То есть, теперь камма твоя, да, то есть, наслаждайся, играй там, иди там с ребятами во дворе, играй. Вот, это твоя камма. Заработал. Вот, то есть, когда мы не отказываем ребенку в этой камме, в этом наслаждении чувств, но уравновешиваемый, то есть, мы ставим ему, как бы, определенную зависимость. Вот, ты можешь это получать, но ты должен это заработать. Вот, то есть, запретительная тактика, она однозначно глупая. Вот, это приведет только к тому, что ребенок возненавидит родителей, и все равно он тайком как-то там будет себе все это там добывать, и будет просто конфликт, да и все. Вот, тактика, которая уравновешивает, допустим, ту же дхарму, артху, каму, это более разумный подход. Вот, также еще более разумный подход, это когда мы даем духовное пояснение, что, вот то, что я пытался давать, да, то, что игра, она имеет божественное происхождение, то есть, Кришна, он тоже играет, ты играешь, потому что Кришна играет. Но в этом материальном мире, к сожалению, действуют три гуны материальной природы. Вот, и вот эти вот неконтролируемая страсть, она, как правило, переходит в невежество, и это может привести к каким-то разрушительным последствиям. Вот, поэтому нужно сказать, что игра игрой, то есть, в ней как таково нет ничего плохого, но посмотри на те ситуации, когда люди попадают в зависимость, это что с ними происходит. Ну, там, то, что они зрение могут посадить там и так далее, психика может стать неуравновешенной и все прочее. То есть, мы можем давать людям знания, чтобы они, допустим, если вот он уже такой геймер, да, вот он в этой игре, вот, чтобы он понимал возможные перспективы. И некоторые дети понимают это лучше, другие понимают хуже. И здесь уже мы не можем тоже, как бы, игнорировать такой момент, что есть разная природа. Вот, допустим, ну, кто из нас в жизни там не грешил, да, вот, чего-то там не пил, не ел там и так далее, да, вот, но есть люди, у которых это все было так поверхностно, и поэтому они легко все это оставили, да, вот, а есть люди, у которых это как-то, ну, очень глубоко вошло, и им тяжело от этого избавиться. Вот, точно так же с играми, допустим, я наблюдал неоднократно, вот, ну, допустим, мой сын, он тоже любил там эти компьютерные игры и так далее, но я ему объяснял все эти вещи, и он, в конце концов, сам все это бросил, сам. Я ничего ему никогда не запрещал, не отбирал там и так далее, просто объяснял. Вот, в какой-то момент он сказал, да, все это пустое, мне надоело, понимаете. Вот, но у других детей так не случается. Почему? Потому что природа другая. Другая природа, другие комбинации гун, и им вот эти вот аддикции или как бы привязанности такие болезненные могут входить глубже, им сложнее от этого избавлять. И тут ничего не поделать, потому что вот эта вот индивидуальная природа есть. Вот, поэтому запреты – это однозначная глупость. Вот, уравновешивание дхарму с камой – это более разумный подход. Еще более разумный подход – это когда мы объясняем последствия, объясняем природу игры и так далее, вкладываем в ребенка разум, духовный разум, который в конце концов и дает ему возможность самому себе сказать «стоп» или как-то там регулировать все эти вещи. Вот, ну и последний фактор – это вот фактор все-таки судьбы, индивидуальные обусловленности. И тут, как говорится, мы можем приложить все свои усилия, но ничего не поделаешь. Как Махараджа Анга, как он не воспитывал своего сына Вену, как он не пытался ему дать все лучшее, Вена следовала своей природе, в конце концов, стал демоном и с этим ничего не поделаешь. Вот, поэтому вот эти вот все факторы, их нужно учитывать, а дальше, как говорится, качество ребенка, качество родителей, место, время, обстоятельств, дает, как они все это будут применять. Спасибо. А еще тогда у меня есть вопрос, пока вот не вижу, поднято в рук. Можем, да, еще Пардженликумарпаду какое-то время оставаться в эфире? Ну, да, мы, как вы говорили, мы рассчитываем примерно, то есть еще минут там 15-16 есть у нас. Ага, спасибо. В Шалапампаде в комментарии к этому стиху, вот 2-го, 55-го стиху, три раза упоминает практически улыбку, прохлада Махараджа. И если вот следует комментарий, то такое чувство есть, или оттенок в этой улыбке, иронии, может быть, даже сарказма. То есть непонятно, Махарадж, прохлад, на очень высоком уровне понимать, так же, как сегодня объясняли, что в играх ничего плохого нет, но там, если нет Кришны, то для человека, который находится в сознании Кришны, это просто пустое отогрение, так же Шалапампаде в этом объясняет. И в этой улыбке прохлада Махараджа однозначно есть сострадание, поэтому он очень эффективно проповедовал. И вот как нам не справиться вот эту критику, иронию, и сарказм, смотрим, и как проявлять сострадание, когда мы видим бесполезность, как удержать себя, может быть, от этой критики, и сарказма. Потому что я по своему опыту знаю, что когда я смеялся над другими, это случалось со мной. Пока у нас сохраняется ложное эго, у нас будут сохраняться немножко конкурентные отношения. Кто лучше, кто хуже, я выше кого-то. То есть как в спорте или в каких-то там других, там, где какое-то соревнование присутствует, где вот это вот наше ложное эго себя проявляет. Это называется наслаждение через ложное эго. Я лучше других, я лучше знаю, я выше, я, может быть, по иерархии и так далее. То есть так или иначе, это форма наслаждения через ложное эго. И пока оно у нас сохраняется, нам достаточно трудно вот этого все избежать, но поскольку Кришна дает преданным особый разум, то у них есть вот такая рефлексия. То есть они хотя бы за одним числом понимают, что вот я был неправ. И как вы говорите, да, я над кем-то там смеялся, а потом подобные вещи произошли в вашей собственной жизни. Вот, то есть Кришна учит, да. Вот, и опять же сострадание, это не что-то такое, что можно имитировать. Сострадание, реальное сострадание происходит тогда, когда мы действительно на другом уровне находимся. То есть, допустим, если я нахожусь на таком же уровне, как и все остальные, и их критикую за то, что сам был бы не прочь попробовать, да, но я там пытаюсь себя как-то искусственно сдерживать гуни страсти, и на этом основании я их там, значит, всякими разными наставлениями и так далее, да, там критикую и все прочее, то это все не очень убедительно. Не очень убедительно, потому что, ну, совершенно очевидно, что я им, если, ну, допустим, если ты такой крутой, да ты такой духовно возвышенный, у тебя есть вкус, ну, дай его мне, поделись, понимаете? Потому что если я что-то имею, что-то имею, то я могу этим поделиться. Если у меня есть какое-то понимание, я могу его дать тому, кто не понимает. Если у меня есть какой-то реально высший вкус, я могу дать его тому, у кого его нет, понимаете? Если же я сам не нахожусь на этом высоком уровне, не нахожусь, но при этом, как бы так сказать, ну, так это, саркастически насмехаясь над другими, то совершенно очевидно, что это некая форма лицемерия и форма наслаждения через ложное эго, и поэтому Кришна научит меня, показывает, а ты сам такой же, когда в моей жизни случится что-то подобное, ты сам такой же, понимаете? Вот, поэтому реальное сострадание возможно только тогда, когда мы действительно на другом уровне находимся, то есть действительно другими вкусами питаемся, другим пониманием живем. Вот тогда наше желание поделиться, это не просто высокомерная попытка проявить свое собственное чувство превосходства. Ты там типа молодой, ничего не понимаешь, вот я, вот такие вот разговоры на уровне ложного эго. Это никакого блага не принесет, это просто нас возвысит в наших собственных глазах и не более того. А реальное какое-то изменение, это когда мы можем давать милость, мы можем давать милость, только когда мы обладаем, понимаете? Нищий человек, он не может никому ничего дать, он сам нищий, богатый человек, он говорит, приходите ко мне, вот вам деньги, вот вам деньги, понимаете? У него есть, он может поделиться. И то же самое в духовном плане. Если у человека реальный опыт есть, он может им поделиться. Если у него нет, но у него при этом присутствует эго, да, где он хочет себя продемонстрировать, свое собственное превосходство над другими, вот тогда будут эти все саркастические, значит, ухмылки, усмешки, там, желание кого-то как-то унизить, принизить, там, и так далее. Не знаю, насколько я понятно объяснил, но то есть вот этот реальный переход, вернее, реальное сострадание, оно проявляется именно с позиции, когда действительно у человека есть это богатство какое-то, которым он может поделиться. А если он сам такой же, но пытается имитировать какой-то более возвышенный уровень и другого там принижать какими-то там колкими замечаниями, ну, это что такое? Это попытка наслаждаться через ложное эго. И Кришна нам, как бы, вернёт, покажет нам, ты сам такой же, смотри в зеркало. Спасибо. Последний короткий вопрос. Вы сегодня говорили, что сейчас также разворачиваются лизы Господа, и можно относиться ко всему, что происходит, как определенным к этим икре лили. Кришна показал вселенскую форму Бхагаваддите, и показав Ему будущее, говорит Аджуне, Аджуна, стань просто инструментом Моих руках. Также сейчас мы знаем из Чайтани Бхагавады, еще Чайтани Маабраву проводят свои риглы, сангетан-ли-лак, о котором сегодня упомянули. Мой вопрос, как вы чувствуете свою роль в этой вере? У меня есть определенная природа, у меня есть духовный учитель, который задействует мою природу, и похоже, что он, не знаю, доволен, недоволен, но, по меньшей мере, не возражает против того, что я делаю. И я чувствую себя на своем месте, судя по определенной обратной связи, по определенным отзывам от людей, я чувствую себя в какой-то степени полезным. Какова величина моего вклада и так далее, это не мне судить, это, как говорится, Кришна решает, это старшие решают. Но я чувствую, что я нашел себя. Я помню, когда я начинал вообще свою деятельность, еще до сознания Кришны, просто я был молодым человеком, который еще в жизни не определился, когда мне было 17 лет. Я не с первого раза поступил в университет, первый раз я поступал в 77 году, я завалил там экзамены. И один год я работал до следующего поступления. Я помню, насколько я был несчастным человеком. То есть, меня мой отец устроил там, он работал в войсковой части, Владивосток, город морской. И вот там, короче говоря, я работал на катере, помощником моториста каким-то. И вот я в этом машинном отделении, весь в масле, все это я помню, как я себя ужасно чувствовал. Как я думаю, когда этот ад вообще закончится. А мой начальник там, старший моторист, он меня там пытался, как говорится, вовлечь во всю эту техническую деятельность, что-то мне там постоянно рассказывал про это. И мне все это было так ужасно вообще. Я чувствовал себя, что это ад какой-то реальный, когда это все закончится. И когда я уже, так сказать, поступил на то отделение, где это соответствовало моей природе, все это, изучал эти языки, философию, я почувствовал, вот оно, понимаете. И потом, ну тоже это было не до конца все, потому что там Кришны не хватало. И когда прошли годы, и в конце концов, так сказать, все мои поиски, и все мое образование, оно как-то оказалось связанным с Кришной, вот тогда я почувствовал, что вот теперь я, как говорится, на месте. И теперь все, что остается, это просто углублять свою квалификацию. Ну в этом смысле, можно сказать, что мне повезло. Спасибо за ответ. Однозначно. Ваша деятельность. Распетитеская идея. Распетитеская идея. Распетитеская идея. Да, что-то, похоже, интернет выбило нашего. Спасибо большое. Вот тут же поднимают руки два вопроса. И просто хотел сказать, что Ваша деятельность, связанная с просвещением и объяснением, это очень трудно для понимания философских аспектов сознания Кришны и практики. Очень-очень помогает. Я могу открыть руки. Спасибо за это. Ари Кришна. Ари Кришна? Жизнь – это коллективная игра или индивидуальная? Между кем и кем игра происходит? Игра всегда коллективная. Ну, просто люди более эгоистичные, они больше замечают свою роль в игре и меньше замечают роль других людей. Они больше настроены на потребление. Кто им что должен. Люди с более развитым сознанием, они уже больше замечают других людей, их вклад. И они понимают, что не только им должны, но и они должны делать вклад. Поэтому кто с кем, но это кармическая ситуация, потому что каждый из нас какой-то своей уникальной ситуации. Но что мы делаем, что мы можем, вернее, сделать, это добавить сюда Кришну. То есть я пытаюсь понять, чего Кришна хочет от меня, какой мой должен быть правильный ход, какой ход от меня ожидает Кришна в этой игре, на какую клеточку я должен походить, с каким настроением и так далее. От этого будет зависеть, дальше я куда пойду. Неправильный ход войдет в какой-то тупик, мне придется возвращаться куда-то. Правильные ходы, они передо мной открывают перспективу. Для кого-то это карьерная перспектива, для кого-то это не карьерная перспектива, а просто перспектива духовного развития. Поэтому здесь все вовлечены в эту игру. Вопрос только степени осознанности, насколько мы сознаем себя игроком. С кем играю я и кто играет со мной? В чьих руках я являюсь фигурой? И кто является фигурами в моих руках, если таковые имеются? Потому что есть одиночки по жизни, есть люди такие очень вовлеченные в разные какие-то там социальные схемы и так далее. То есть они как-то, так сказать, очень много у них людей, они подчиненные, им подчиненные. То есть здесь немножко разные есть какие-то такие свободные радикалы типа меня, которые, так сказать, не особо как-то там с кем-то там завязаны. Есть люди очень сильно социально вовлеченные. И тут нужно просто понять свою роль. Вот и все. Я почему спрашиваю, потому что есть высказывания, и кажется, Матери Тересы предписывают, что что бы ты ни делал, пойми, это все, что бы ты ни делал, это все твои отношения между тобой и Богом. То есть даже вот эти отношения с людьми, это то, как раз о чем вы говорите, что эта ситуация, и Кришна от тебя ожидает. Да, все, что есть, это все наши отношения с Богом, но Бог просто представлен в разных формах. С одной стороны, все есть брахман, но в материальном мире это сагуна брахман, то есть брахман в материальных гунах. И поэтому фактически, да, любые люди, любые ситуации, это Господь в каких-то скрытых, можно сказать, формах. Да, и как я себя поведу по отношению к этому, презрительно, как просто каким-то там проявлением маи, да, или я пойму, что через эту ситуацию тоже Господь меня чему-то учит, какой-то урок, и буду относиться, соответственно, более уважительно, что никто мне не друг, никто мне не враг, но каждый мне учитель. И в такой ситуации будет немножко меняться все, понимаете? Кто там автор, Тереза или кто-то еще, смысл не в этом. У нас есть духовное понимание вещей. И если мы действительно воспринимаем мир, даже материальную энергию, как его божественную энергию, это так и есть, о чем он сам говорит, что это вот моя божественная энергия в этом мире действует. Вот если мы это понимаем, да-да, тогда да, любые взаимодействия в этом мире, это взаимодействия с Кришной. Но в материальной природе это взаимодействия с Кришной косвенные, через посредства материальных носителей. А бхакти – это прямые отношения с Кришной. Не через посредничество материальной природы, не через посредничество гун. Когда вы повторяете Харе Кришна мантру, это прямая, прямая связь. Когда вы делаете какие-то материальные дела в этом мире, и потом предлагаете Кришне, это тоже связь с Кришной, но опосредованная, через материальную природу. Спасибо. Пожалуйста, последний вопрос на сегодня. Ванна Анамадови. Рекришна, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны и вся слава Шири Прадхупаде. Праджандра Кумар, спасибо вам огромное. Прям на одном дыхании прослушала вашу лекцию. Очень вдохновилась. Знаете, в начале лекции, как вы сказали, что Раклада Махарадж, он как путеводная звезда. И вы знаете, чем больше слушаем, тем больше хочется принимать вот эти стороны хорошие. Особенно вот это коснулось, что он был неуязвим, потому что он всегда был под защитой Господа. Неуязвим. Ну и конечно то, что вы отметили, что Кришна игрок, он творит играючи, он творит радостно, он творит непринужденно. И конечно хочется быть в его игре, потому что вы тоже как отметили, что Кришна никогда не проигрывает. Он всегда держит победу. Это мы знаем вот в победе на хришествере, когда в меньшем количестве это выбрали именно идти за Кришной. У них была одежда победа была. И вот конечно хочется быть на стороне и быть, как говорится, в руках Кришны. Я знаете, вот правильно ли я понимаю, что когда вот ты что-то делаешь, когда ну нужно понять, что ты в игре Кришны, что у тебя радостно, очень радостно и подъем энергии. А какие еще признаки того, что ты в игре Кришны, потому что мне кажется это очень важно, именно быть Кришной. Понимаешь, вот как понять, что Кришна, что ты в его руках, что ты делаешь то, что он хочет. Вот как еще можно это понять? На направлении. Мы все в играх Кришны, но Кришна может использовать нас по максимуму или по минимуму в зависимости от того, какого качества инструмент мы себя представляем. Допустим, какой-нибудь хороший музыкант, вот он приходит в музыкальный магазин и выбирает себе инструменты. Инструменты там разные, подешевле, подороже и так далее. И хороший музыкант выбирает хороший инструмент. Конечно, можно дать ему какой-то некачественный инструмент и что-то он с ним тоже сделает, но профессионалы предпочитают работать с качественными инструментами. Понимаете? Поэтому мы все какие-то инструменты, но вопрос, какого качества инструменты. Парупада однажды сказал своим ученикам в сердцах, он говорит, Кришна не дал мне ни одного человека первого класса. Поэтому я чувствую себя, как вот эти в Индии бродячие певцы. Там какая-то тыква валялась, какая-то палка, какая-то железка. Я взял эту тыкву, палку к ней приделал, начинал струну, ее как во вреда. Они там брейн, 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 брейн. Вот на одной струне он там что-то играет. Я так же чувствую себя с вами. Он, с одной стороны, благодарен был своим ученикам, с другой стороны, иногда он такие жесткие замечания делал, что я подобрал то, что на улице валялось. И в буквальном смысле так оно и было, что многие из его учеников буквально на улице реально валялись. понимаете. И вот они как-то там… Пабхатрий их поднял, отряхнул. Ну, что есть, то есть. Понимаете. Некоторые ученики очень, так сказать, хорошо помогли ему. Какие-то, наоборот, даже подвели его сильно. И поэтому, если мы хотим быть инструментом в руках Бога, то у каждого, конечно, своя обусловленность есть, но, по меньшей мере, нужно стараться понять, что сейчас на мне играет Кришна. Как я это чувствую, что я инструмент в руках Кришны? Это когда ты, может быть, не очень там к чему-то готов, не очень даже что-то знаешь или можешь. И вдруг ты чувствуешь, что через тебя пошло что-то такое, чего ты и сам только что не знал и не был к этому готов. То есть, совершенно очевидно, что ты просто как бы правильно настраиваешь свой ум, вот эта вот милость, она идет через тебя. Так же, как Прабхупада, он говорит, я сам удивлен, что там произошло в этой Америке, потому что он приехал и он говорит, я не знал, куда идти, направо, налево, там ни денег, ни возможности, один какой-то там непонятный контакт у него всего лишь был, там сын знакомого его, все, понимаете. И какое-то время не получалось, а потом, как говорится, пошло. И пошло так, что Прабхупада сам удивлялся, что происходило. Он говорит, я сам удивляюсь вообще, какие Кришна вещи как бы подкидывать. Вот поэтому, если мы просто стараемся настроить себя на лад слуги и говорим, Кришна, используй меня действительно, сделай меня инструментом в своих руках, то порой вот такие какие-то чудеса случаются, и мы чувствуем это, что мы сейчас стали проводниками. Это невозможно как-то, не знаю, описать какими-то материальными характеристиками. Но когда ты вдруг чувствуешь, что фактически не ты говоришь, а через тебя говорят. То вот это интересное ощущение. Так же, как, допустим, певец какой-то, он начинает там что-то петь, и вдруг не с того не все, какая-то вот эта волна энтузиазма, она подхватывает, и вот этот вот экстаз, как говорится, начинается. Он просто обычный человек, но если Кришна решил войти в него, то будет что-то, какое-то чудо, как вот, как говорится, Нара-да-муни. Он говорит, с тех пор, как только мне стоит коснуться звуков своей вины, Верховный Господь, он тут же появляется на моем языке. Поэтому это уже личный индивидуальный опыт. Мы все, что можем, это как вот инструмент должен быть настроен. Невозможно играть на расстроенном инструменте, он должен быть настроен по определенным правилам. Вот точно так же, если мы инструменты, то давайте настроимся как инструменты. И эти настройки нам даны в форме правильной мотивации, правильного отношения, а не абхилаши ташуньям, гьяна, карма, дианаври, там, что не должно быть, ну, стремиться хотя бы к тому, чтобы не было каких-то там примесей, кармы, гьяны и все прочее. То есть мы стараемся быть проводниками чистого послания. Вот это называется наша настройка. Не то, что мы там эти колки крутим там ля минор, до минор, там все эти вещи, да, я в нотах не сильно понимаю. Вот, когда ты там на гитаре чуть-чуть бренчал, вот так помню, строю, что там вторая струна, прижатая на пятом ладу, должна звучать как открытая там первая струна. Все, вот это я помню. Вот. То есть существует правило настройки. И духовное знание, бхакти, это как раз и есть правило настройки. Как настроиться на лад служения. И тогда мы становимся инструментами. И когда мы становимся инструментами, тогда происходят чудеса. Тогда Кришна является. Потому что он, как супер музыкант, он играет, старается играть на максимально настроенных качественных инструментах. Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос, Матаджи. Ванда Намадови, также за ответ. Дорогой Праджандр Кумар Пабу. Спасибо. Спасибо. Праджи. 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 Праджи.